что приходит на ум когда слышишь слово стеклянный что угодно только не животное а вот и зря в мире обитает множество существ которые отличаются размером весом но есть и такие характерной особенностью которых является цвет а точнее его отсутствие о них мы сейчас и поговорим пять существ которые по праву могут называться стеклянными стеклянная креветка стеклянная креветка индийская стеклянная креветка креветка призрак по это небольшой практически прозрачной креветки много разных имен свое название стеклянная креветка получила благодаря своему почти полностью прозрачному телу которая переливается всеми цветами радуги в лучах отраженного света окрас тела в зависимости рационное питание может приобретать бежевый оранжевый коричневый или желтый оттенок природных условиях эта креветка обитает в водоемах индии где ее можно встретить среди опавшей на дно листвы условия в которых она проживает природе очень разнятся в зависимости от вида некоторые из них живут в соленоватой воде и быстро погибают если их пересадить в полностью пресную данный вид креветок отличается своей неприхотливостью их смело можно рекомендовать для содержания в аквариуме стеклянная лягушка первое упоминание о стеклянной лягушке появилась еще в 1872 году в то время были выловлены первые экземпляры в эквадоре впоследствии ученые выяснили что ареал обитания стеклянной лягушки не ограничивается одним эквадором это необычное животное можно встретить в северо-западной части южной и центральной америки стеклянные лягушки миниатюрные от 2 до 3 сантиметров в длину однако некоторые виды достигают значительно больших размеров заслуга открытия этих амфибий принадлежит испанскому зоологу семейство стеклянных лягушек включает себя около сотни видов которые можно встретить от юга мексики до севера аргентины и парагвайи стеклянные лягушки живут в труднодоступных болотистых местах по которым практически невозможно пройти множество видов этих амфибий описаны лишь последние годы когда стеклянная лягушка сидит неподвижно она практически невидима для хищников маскировка прекрасно развита даже кости некоторых видов окрашены в зеленый цвет ночные лягушки живущие вдоль водотоков днем прячутся во влажной подстилке где их крайне сложно найти стеклянные лягушки удивительно красивые и хрупкие создания стеклянная бабочка стеклянная бабочка или грета от это настоящее чудо природы она по праву может считаться одним из красивейших насекомых планеты встречается на от мексики до аргентины во влажных лесах также эти бабочки были замечены и в горной местности близ города каракас в венесуэле на территории своего обитания во влажных лесах амазонки это самый многочисленный вид дело в том что в стеклянной бабочки содержится большое количество токсинов и за ней никто не охотится а накапливается эти самые токсины в теле насекомого еще на стадии гусеницы потому что гусень питается исключительно ядовитыми листьями растений помимо этого прозрачность бабочки это способ маскировки цвет проходит сквозь тоненькие крылышки насекомого вследствие чего она становится практически незаметно для птиц и других хищников под определенным углом к цвету крылья теряет свою прозрачность и начинают переливаться всеми цветами радуги как мыльный пузырь стадии куколки гусеницы образуют кокон кокон имеет серебристый металлический цвет эта окраска маскирует кокон под каплю дождя несмотря на внешнюю хрупко стеклянные бабочки сильные выносливый во время миграций они объединяются в группы и пролетают за день до 20 километров морской ангел морской ангел получил свое название за красивый и необычайный внешний вид парящий в толще воды моллюск вызывает восхищение он действительно похож на прозрачного летящего ангела его длина обычно достигает 2 2 с половиной сантиметра иногда он вырастает до 4 сантиметров миниатюрное полупрозрачное существо грандиозный плавец наблюдать за которым сплошное удовольствие неторопливо взмахивая крыльями ангелы будто поряд в воздухе глядя на этот полет невозможно предположить что морской ангел это древняя улитка прошедшая процесс эволюции у морского ангела общий предок с улитками и слизняками у эмбрионов этих удивительно существ как у улиток даже есть настоящая спиральная раковина которая довольно быстро отваливается на ранних стадиях несмотря на ангельскую внешность это беспощадный хищник причем весьма изобретательный дело в том что он специализируется на поедании морских чертей морской ангел популярный мотив изготовления сувениров ювелирных украшений декоративных скульптур в японии он и созданный на его основе образы персонажи распространенные герои детских книжек медузы одними из самых загадочных обитателей морской глубины вызывающих интерес и определенные опасения по праву могут быть названы медузы существует огромное множество различных прозрачных и полупрозрачных медуз которые могут составлять серьезную опасность для пловцов так как щупальца некоторых из них является ядовитыми медузы появились более чем 650 миллионов лет назад их можно назвать одними из самых старейших организмов на земле по форме медузы напоминает колокол или зонт такое строение обеспечивает способность к реактивному движению тело медузы на 98 процентов состоит из воды большинство медуз живут соленой воде хотя встречаются виды предпочитающие пресные водоемы тот кто видел как светится темной ночью морская вода никогда этого не забудет потрясающее зрелище миллионы огоньков подсвечивают морскую глубину переливаясь как бриллиант причина этому мельчайшие планктонные организмы в том числе и медузы одно из самых красивых считает фосфорическую медузу встречается она возле берегов японии бразилии и аргентины некоторые виды светящихся медуз обитают у поверхности воды и собираясь в больших количествах они в буквальном смысле заставляют море гореть несмотря на безобидный внешний вид медузы замечательные охотники медузы не охотятся на людей они питаются микроскопическими организмами рыбами и другими медузами медуза плавающая в морских просторах может быть как хищником так и добычей луна рыба и кожистая черепаха наиболее опасные хищники питающиеся медузами на этом все ставь лайк и подписывайся на канал кактус шоу до новых встреч пока пока